так друзья всем привет из солнечной долины калифорнии сегодня у нас суббота воскресенье у нас сегодня поставила видео вчера соня снимала вот этот дом сейчас я кстати его вам покажу ну вы наверное уже поняли да какой это дом кто нас смотрит вот он вот этот дом прямо напротив нашего вот много комментариев всегда много этих комментариев по поводу снимите ваш дом там хамтур да я уже как-то говорила и сонька говорила что мы не будем снимать наш дом эта тема не обсуждается как бы причины я тоже особо не буду называть ну вот вот так вот и все вот я решила показать вам наш тоже уже я показывала много видео ну как бы да приходят новые люди я понимаю что старых видео копаться неинтересно вот поэтому сегодня решила сделать такое видео просто как бы территорию нашего приусадебного участка ну короче говоря фронт-ярд и бэк-ярд да значит вот вот этот вот весь вот фронт-ярд он как вы поняли наверное на двух хозяев да вот на этого хозяина рик его зовут кстати спрашивали что можно вот так вот заходить и смотреть дом да когда дом выставлен на продажу да люди даже там живут если нурик здесь он сейчас не живет он я говорила тоже что у него два дома один у него вариган и вот сюда он приезжает как бы на зиму да ну у нас все продолжается лето вариган конечно это зима вот так что да можно заходить смотреть кому угодно без всяких проблем хотя есть дома которые вот если вот там дорогие очень дома да там уже там по несколько тысяч миллионов там вот они конечно просят чтобы вы делали как а поэтмен то есть договорать договаривались с агентом но в основном это вот в кантри клабах вот такое вот хотя тоже у нас есть там одно видео мы смотрели дом там за два чем-то миллионов и нормально тоже мы просто как бы приехали и смотрели вам так отвлеклась так вот вот этот фронт ярд он как вы поняли на 2 до человек на двух хозяев то есть вот половинка вот наша половинка рика вот вот это все тоже уже говорила повторюсь еще раз все видите да что совершенно ну по-разному до смотрятся этот участок да то есть деревья разные высажены растения вот вот это все фрит сам высаживал в общем он занимался вот озеленением сам камни вот это все он как бы сам тут у нас кстати была бугенвиля он ее срубил вот бились мы за за это она все равно он прорастает прошу прощения нити кусочек зелени прорастает все равно он и пальма начала прорастать интересно чего вдруг вот значит вот это вот как я сказала да вот наш фронт ярд гараж и пойдемте сейчас зайдем вот это еще кусочек тут уже тоже вот разделено с нашими другими соседями тоже которого мужа зовут рик у нас видите два рика вот такая тоже у нас тут красивая бугенвиля я честно говорю что не вижу что я снимаю солнце вот это окна это сонина комната сейчас я вам приближу вот вот это вот сонина комната и все на эту сторону у нас больше ничего а нет на эту сторону у нас еще выходит мужа офис идемте так вот это центральная дверь естественно как вы поняли которые никто никогда не пользуется только когда приходят гости когда вот когда вот они вот машины оставляют на улице и заходят через входную дверь но вот когда например я олю там до при приглашаю я там частенько их просто забираю и мы также через гараж заходим просто как бы даже этой дверью но я не знаю можно по пальцам пересчитать сколько раз мы пользовались этой дверью вот это вот окно это в комнату ой в офис мужа у нас какие цикосы тут красивые видите огромные прелесть я когда приехала первые ну первый раз увидела их вообще у меня аж я такие растения только где-то видела в кино в круиз мы ездили так это я там извините в шортах вот таких так вот как я сказала это офис а здесь окна у нас коридор получается так идемте вовнутрь сейчас я все-таки наверно прервусь немножко и так вот я зашла я дверь у нас туго открывается как бы надо сильно было нажать вот вот я стою сейчас вот как бы в коридоре да через коридор а кстати я начала же говорить и как всегда ушла в другую тему тур по дому мы делать не будем но вот то что я сейчас делаю это как бы я вам немножко просто покажу как у нас дом расположен значит так сейчас включу вот это вот у нас коридор ой там у меня видите беспорядок небольшой это я вчера стирку затеяла и я знаете не люблю когда сушат белье прямо до что его вытаскиваешь потом она горячая прямо вы невозможно пересушенная потом гладить в общем я так до такой не очень степени его сушу и потом так просто раскидываю да вот рубашки там шелковые немножко чтобы они просохли вот в общем вот это вот коридор вот там дверь в гараж вот эта дверь в гостевой санузел здесь как кладовка здесь еще один такой у нас коридорчик там вот это спальня туда мы не идем здесь так сделано здесь вот такой вот потолок мне очень нравится этот потолок не знаю почему но мне очень очень нравится вот я все думала конечно да да кстати стол муж сам делал я говорила в каком-то видео что он сам делал мебель вот это вот одно из его работ вот такой вот стол вот я хотела в общем то когда мы только приехали я думала тут знаете как любая нервная женщина развернуться ох сейчас я тут наделаю в делов вот но потом по определенным как бы причинам я решила ничего не делать вот потом когда-нибудь может быть я вам расскажу эти причины это не то что не подумайте это вот соня катается на скейте то я сейчас зашла в обуви а это собака задумчивая стоит да собака собака моя не подумайте что это причины что-то муж мне не разрешает что-то делать совершенно другие причины так еще один коридор вот здесь как я сказала офис тут у нас миллион телевизоров как вы видите фотографии кстати покажу вам немножко я тоже как вам-то видео рассказывала что у моего мужа был самолет вот так вот это вот его самолетик и вот так вот он летал раньше это было его хобби на на двоих и он с другом вот они были владельцами а вот же большая фотография вот они были владельцами этого самолета то есть они его купили на двоих даже страшно рассказывать что случилось а случилось то что ой господи друг в очередной раз его полетел и разбился вот так вот теперь когда мой муж заикается что-то по поводу самолета я говорю over my dead body то что значит только через мой труп вот так вот это еще хочу вам показать интересная фотография это его предки фотография вот здесь вот написано 1908 года и это фрица предки вот у них был магазин это уже в калифорнии да так вот такой у них был магазин это какие-то там у пра-пра-дедушка в общем не наверное не пра-пра конечно то какой-то в общем прадедушка наверно вот так вот это мой муж молодой ой отсвечивает у него был попугай такой вот так что это самое хотела просто комнату показать и начала ладно неважно так значит дальше коридор да вот это гостевая комната как я сказала здесь у нас шкафы но это вот сами видите да чья комната так пошли дальше сейчас я свет здесь выключу вот так вот вот вам и тур по дому как говорится не вдаваясь в подробности да опять же вот уж кто нас смотрит по моему уж нашу living room уже видели все миллион тысяч раз потому что все как бы здесь много очень чего снимается здесь у нас это я привезла с собой здесь у нас все тарелки я очень люблю вот эти тарелки и у нас все тарелки с стран где мы были вот вот это последние в том году с гавайев мы привезли вот эту доску серф и вот эти вот бусы муж не очень хотел все это вешать но как бы я настояла все таки и мы решили что почему бы и нет вот киев да а где одесса вот одесса вот моя одесса вот оперный наш в общем разные страны как вы видите вот это он мне присылал когда-то тарелку когда мы еще ну как бы переписывались да то мне присылал эти тарелки очень в основном многие из круиза мы ездили в круиз по средиземноморью и вот эти вот круизы там мальта италия португалия у тармина это италия опять начинаю останавливаться на тарелках так все это вообще-то я начала делать видео про сад мой хотелось делать ну и вот в общем вот так вот дальше мы идем тут у нас еще один типа небольшой офис в основном документы всякие когда оформляем бумаги щита и все и выходим выходим на улицу мы были на гавайях в том году и у нас там было так здорово мы жили снимали апартменты кому интересно посмотрите там много я рассказываю чего вот и у нас там было очень удобно что в этих апартментах они как бы предусмотрели они собрали все все абсолютно нужные вещи принадлежности до пляжа зонты вот такие кресла вот почему я купила эти кресла потому что вот мы ими пользовались там я просто была в восторге от этих кресел они у нас куска продаются этому что 20 чем-то долларов стоит там за 30 но такие удобные он она раскладывается и можно там и чуть ли не лежать на нем в общем там всякие вот сам покажу кармашки здесь под голову такой вот куфик потом здесь вот такая вот штука это одна один карман можно складывать там сюда один карман вот кулер написано то есть он охлаждает до напитки можно положить в общем про бродики какие-то вот муж немножко у меня сегодня работал по их почистил бассейн у нас уже начинается сезон до сунка уже купалась ли ли наша великолепная цветущая сейчас уже как я говорила тоже сезон это вот мусорный бак потому что мы сюда складываем обрезки деревьев короче говоря так вот что я вам хочу еще показать я вам хочу показать мой садик у меня такая красота тут вот это вот на 8 марта мне муж дарил здесь были тюльпаны не он дарил мне вот гиацинты гиацинты а здесь тюльпаны были я хочу вот подскажите мне ребят кто здесь написано в инструкции что их нужно просто высадить до как бы в землю и ждать до следующего года ну луковицы я имею ввиду но у нас летом такая жара что это невозможно просто то есть они мне не не выживут вот поэтому я вот думаю просто выкопать луковицы и где-то их вот подскажите кто знает как лучше хранить луковицы гиацинта и тюльпана потому что я честно говоря не знаю что хранятся они как-то ну вот точно как хранятся не совсем как бы знаю посадила недавно совсем кинзу как правильно кинза или кинза тоже как-то очень много было когда-то когда я говорила этом дискуссировали на эту тему но я честно говоря так и не не помню как точно правильно кинза или кинза я говорю кинза мы говорим кинза вот Совсем недавно посадила, у нас было буквально 3 лепесточка каких-то было. Смотрите, как она разрослась уже. А вот эта петрушка тоже была, 3 лепесточка, но это она у меня где-то ей уже месяца 3. Вот так вот она разрослась. Господи, что язык заплетается. Вот, немножко тут все, видите, переделала. Подрезала немножко свой тайм. Вот это прошлогодний тайм у меня. Этот, тимьян, тимьян. А вот это новый, вот этот тоже я вот посадила. Тоже хорошо разрастается. Это мята, это мята коктейльная. Тоже я ее посрезала, вот она начинает. Лаванду полностью тоже под корень посрезала. Это майран. В горшки решила немножко пуансетти. И мята, как всегда. Она, конечно, крэйзи, эта мята. Вот я все-таки ее хочу немножко вот эти вот посрезать тоже. Потому что она вырастает, вы себе не представляете, она вырастает, ну, метр это минимум. Как вот базилику я показывала у меня. Вырастает сумасшедший какой-то. Вот, ну, в общем, так. И вот это вот, кстати, вот это растение, боже, это вообще, оно неубиваемое просто. Я не знаю, что должно случиться, чтобы оно умерло. Так оно, посмотрите, что теперь сделало. Оно, как бы, зимой не очень так себя хорошо чувствовало. Я вот тоже посрезала вот такие вот все засохшие, оголенные стебли. И оно теперь, оно начало вот расти уже из земли. То есть вьющиеся вот эти стебли, они ползли-ползли и пустили вот уже корни в землю. И вот теперь оно вот в каких-то таких вот местах, фу, вон, смотрите, вот здесь вот, они уже растут из земли. Классно, мне нравится, в принципе. Будет красиво, если вот так вот полностью вот оно, вот эту пустую землю обовьет. И вот у меня еще, это я высаживала все на той неделе. Ну, я имею в виду цветы, вот эти вот цветы. Вот, господи, как? Ой, забыла. Непонс, ой, петуния. И вот у меня еще осталось. Вот здесь вот немножко. Видите, тоже надо ее куда-то повысаживать. Вот. Это у меня одна клумба, да, такая. Вот это клумба. То же самое это все я вот высаживала на прошлой неделе. Вот эти вот растения, они тоже, кто помнит, кто увидел, не были огромные такие кусты, но я вам сейчас покажу. О, охранник мой. Вот как на этой клумбе. Они вот так вот разрослись. Это у нас прошлогодние еще растения. Ну, и вот на этой клумбе оно еще как-то более-менее, а на той было вообще безобразно выглядело. Вот такие вот разросшиеся ветки, вот наполовину голые. Ну, вот это, кстати, вот хорошо еще растет. Я вот думаю, посрезать его полностью или все-таки оставить, а засадить только вот эту часть. Наверное, все-таки оставлю. В общем, вот такое вот это растение. Цветочки, я не знаю, как они называются, честно. Вот, и я посрезала, оставила вот такие вот небольшие, как бы, кустики. Ну, здесь вот маленькие совсем. Ну, как получилось, да, где как у меня получилось. И вот, посмотрите, неделя прошла, пожалуйста. Они начали цвести. Вот, смотрите, сколько набирает цвета. И оно такое красивенькое, хорошо так себя чувствует, я смотрю. Вот, и я вот так вот решила в перемешечку посадить, опять же, вот питунью. Вот это растение, оно, мне в том году, кстати, девчонки советовали, опять же, не помню, как называется правильно. Вот, оно с запахом своеобразным, и оно отгоняет насекомых. Я надеюсь, потому что у меня в том году всю питунью пожрали, эти гусеницы ужасные. Я не знала, как с ними бороться. Ну, правильно, мне там женщина одна тоже писала, что, говорит, надо полностью землю поменять. Ну, это ж, представляете, куда же, как же столько земли-то он. Это ж невозможно столько земли. Вот, а вот здесь вот я посадила, такая ромашечка была красивая вообще. Она потом вырастет, я вам покажу. И она вот отцвела полностью. И что-то она, ну, много, конечно, вот бутончиков, но как-то она, ой, господи, что я снимаю? Вот так. Много бутончиков, но как-то она что-то долговато так принимается. Питунья, конечно, вообще растет просто, как сорняк. Вот, и вот мне, я что-то одну ее купила всего. Мне надо еще одну вот сюда вот досадить. Эту ромашечку и еще питунью, наверное, досажу. Ну, в общем, вот так вот разрастется, будет красиво. Ой, дальше что? Это у меня такие, не горшки, как сказать, контейнера, господи. Контейнера тоже, кто видел, я тоже высаживала в них растения. В этом году что-то я не знаю. Не знаю даже. Буду ли я в них высаживать? Вот два у меня таких контейнера, сейчас я вам покажу. Там еще один стоит. Я так их, видите, землю немножко тут ковыряла, ковыряла. Вон, наковыряла землю и что-то вылезло. Вот так. Ну, да-да, посмотри, конечно, обязательно. Как же без тебя? Все проверить надо, да, Бонни? Угу. Не знаю. Почему не знаю? Потому что, как бы, все вот эти растения, к ним ко всем подведена вода. А здесь вот, как бы, некуда мне их так поставить, чтобы была вода подведена. И надо поливать. А летом жара, и оно все горит. В общем, не знаю, или это хорошая идея. Ну вот, в общем-то, вот и все. Все, что я вам хотела сегодня показать. А, ну, пойдемте же. Немножко еще, Коля, как говорится, пошла такая. Вот здесь вот тоже вырезала. Здесь вот у нас была мята. Я вчера всю ее вырезала полностью. Ну, вот оставила там на три колейки несчастных. Потому что это просто был ужас и кошмар. Она превратилась непонятно во что. Какие-то кусты засохшие. Вот, я решила всю ее вырезать. Я вам потом буквально через неделю-две, наверное, покажу, что с ней опять. Она растет просто сумасшедше. Вот, а здесь розмарин. Обожаю розмарин. Обожаю, как он пахнет. Ой, вообще класс. Так, я вам хотела показать. Сейчас я прервусь немножко и покажу вам еще другой вход. Ну, вот я опять вышла, как бы, на фронт-ярд, да? И пойдемте, я вам покажу. То есть, я вам показывала, что я заходила вот с центральных дверей, да? А здесь вот у нас есть такая калиточка. Пойдемте. Она у нас открыта всегда. Да, как-то, наверное, это звучит страшновато. Для меня это тоже было сначала страшновато. Ну, так у всех. Так, как же открыть? Она открыта у нас, да? Как вы видите, собачку просто открываешь. Это калитка. У нас сюда заходит наш гарднер. Ну, господи, что же у меня с речью-то? Садовник, садовник. Вот. И вот так вот сюда попадает и начинает убирать двор. То есть, даже если никого дома нет, он всегда заходит вот так вот и как бы начинает. И вот здесь вот у нас как бы вот задний двор, как можно сказать, да? Такая скамеечка. Вот, кстати, что получилось с моим тайским базиликом. Тоже когда-то я делала видео, что я его посрезала. Вот, я его посрезала. Посмотрите, как он вырос опять. Ой. О какой. А вот здесь, смотрите, сколько много новых отростков. Это просто вот эти вот семена, да? Я их вот так вот срываю. Сюда вот так вот бросаю. И все, и он опять вырастает. В общем, будет у меня... Кому надо базилик? Надо продавать. Вот это растение тоже... Как оно называется? Сульфиния. Сульфиния, по-моему. Да, по-моему, сульфиния. Не знаю, хотела вырезать, но так мне чего-то жалко. Оно теперь еще и начало цвести. В общем, даже не знаю, что с ним делать. Но это у меня пока еще руки просто сюда не дошли. Там тоже, видите, страшненькая эта гвоздичка. Тоже надо повырезать там половину. Вот. Ну вот, вот такое. И так вот у нас задний двор. Идем, идем. Здесь фильтра для бассейна. Я не сильно, конечно, в этом во всем разбираюсь, потому что меня тут занимается этим. И все. И попадаем на, опять же, наш бэк-ярд. Водичка чистая. Но все равно, мы же говорим, нет, еще не до конца. Конечно, после зимнего периода, когда бассейн, ты не купаешься, как бы особо он не добавляет никакой, ну, никаких там этих препаратов для того, чтобы для поддержания чистоты воды. Конечно, она за зиму становится такая. Ну, прилично. Он, в общем, уже два дня тратит на то, что он чистит и щеткой, и одним пылесосом, и другим пылесосом. В общем, это берет время, конечно, какое-то. И вот джакузи тоже вычистил чистенько. Молодец. Вот. Это Сонин круг. Вот это вот окна, это в нашу спальню. Ну, и, в общем, вот это вы все уже видели. Все, вот такой вот вам тур по дому. Все, ребят, всем пока. Выключила уже камеру и подумала, что же я вам дальше-то, вот как бы, ну, чтобы, если вы хотели общее представление иметь, как расположен дом, что же я вам дальше-то не показала. В общем, сказала, да, что вот это вот окна из нашей спальни. Идемте дальше покажу. Чтобы было уже точно понятно. Ну, это понятно, да, что это living room. Вот такие у нас вот тут slide door вот эти называются, которые... Ну, slide door, короче говоря. Это вот комната, ну, окна. Ну, поняли, да, наверное, какая это комната. Так, дальше идем. Ну, в общем, из типа как кухни, да, вот там, где типа еще один маленький офис. Так, и дальше. Вот это вот у нас окна, это гостевая комната, в которой мы были за три года почти проживания в Америке, не знаю, сколько раз. Ну, к тому, что комната стоит, ну, как не закрытая, ну, просто туда никто никогда не заходит практически. Вот. А вот это вот окошко, вот там вот вдалеке, это окошко в Сонину ванную комнату. А Сонина, ну, на другой, с фронт-ярд, да, я показала как бы вначале, вот, Сонина комната выходит на другую сторону. Ну, вот так вот, в общем-то, вот теперь уже точно все. Это наши соседи. Ну, вот, и, в общем-то, и все, это все вы уже видели много раз. Все, теперь, ребята, точно все. Все, вокруг еще немножко покажу. Барбекю. Бак, конечно, портит вид, но уж не обессудьте. Рабу, показываю вам не прилизанно, как все чистенько, да, а как есть, как в жизни все. Вот у нас теперь дискуссия с мужем, он вот это дерево хочет срубить. Ой, боже мой, я ни в какую, он говорит, нет, я его хочу срубить и посадить сюда пальму, вот такую большую, как все у нас пальмы. Ну, в общем, бьемся пока, я выигрываю. Все, ребята, всем пока, хорошего настроения, чао-какао.